Добрый вечер мужи, братья, мы продолжаем наш курс занятий по книге к истинному православию. Автор Игнатий Тихонович Лапкин, исповедник и проповедник. Мы закончили на теме покаяния, первую часть ее прошли, начнем читать дальше и обсуждать. Первые те курсы, которые прошли, люди писали хорошие отзывы. Ну еще бы, если внимательно их слушать, то ты найдешь такую информацию, которую ты нигде не найдешь никогда. На написание этой книги понадобилось более 40 лет, чтобы найти по каждой теме, сказанной у святых отцов, что сказано в Библии, в канонах церковных. То есть, если мы какую-то тему сейчас раскрываем, то здесь все, вытяжка из всего, из всех 300 томов, как говорится, фарианта, святых отцов, толкований по определенной теме. Книга называется «К истинному православию». То есть, не истинное православие, потому что истинное православие Господь только может сказать, что вот оно, в полноте истина, к истинному православию. Пояснение об епитемии в церковном наказании. Епитемия – это церковное наказание. Как в Уголовном кодексе, так и в Гражданском есть статьи, гласящие, какое надлежит претерпеть наказание за каждое преступление, так и в церкви было всегда. Эти правила наказания даны на вселенских и поместных соборах, соборах Единой Апостольской Соборной Церкви. Например, за совершение убийства в очреве, аборт – 10 лет отлучения от причастия святых христовых тайн. Это правило Василия Великого II. Мы его читаем. Умышленно погубивший зачатый в утробе плод подлежит осуждению смертного убийства. Тонкого развлечения плода, образовавшегося или еще не образованного, у нас нет. Ибо здесь полагается взыскание не только за имевшее родиться, но и за то, что вредило самой себе, поскольку жены от таковых покушений весьма часто умирают. Симса выкупляется и погубление плода, как другое убийство, от дерзающих на сие умышленно. Впрочем, подобает не до кончины простирать покаяние их, но принимать их в общение по исполнению 10 лет. Врачевание же измерять не временем, но образом покаяния. Второе правило Василия Великого. Сегодня какая женщина подошла, пришла в церковь в возрасте и не делала абортов, особенно после советского времени, когда Ленин ввел аборты. Сталин потом отменил, все равно они делались и потом они делались легально за счет граждан из бюджета. Еще назвали слово аборт. То есть аборт и не поймешь, что это значит. Было бы убийство своего дитя и тогда бы одно бы слово изменили бы и сразу понятно бы стало. Наверное, сотни миллионов жизней по всему миру сохранились бы. Отменили бы только слово, назвали бы так, как есть. Но сатана все время прикрывает всякими словами, чтобы скрыть истинный грех. Здесь вот аборт этот. Сегодня приходит в церковь, ягод сделал аборт. Священник, ну, 40 поклонов, сделай и к причастию подходи. Ну, это безумие какое-то. Она и не понимает, что еще совершила, значит. Она и не поймет. На 10 лет она должна быть отлучена от церкви, от причастия. 10 лет по всем ступеням проходить. И нет, этого всего человек лишается. Исцеление совести. То есть это беззаконие. Несусветное просто, которое происходит в церкви. И все прикрывается любовью, любовью. Какая-то любовь. Это ненависть к душе человеку. И любовью, чтобы быстрее закормить его причастием. Это недостойное причастие. А недостойно причащающиеся, написано апостол Павел, немало. Многие больные немало умирают. Еще в той первоапостольской церкви многие были больные, немало умирали. Это невозможно. Иван Златоуст говорит так. Священник, не налагающий эпитемию, губит сам себя и того, на кого не налагает. Допускающий без эпитемии к причастию. Так, мы видим, каноны говорят так определенным образом. Тот, кто говорит, что из любви допускает, но он, получается, имеет больше любви, тем полторы тысячи епископов, больше, чем Василий Великий. Больше. То есть, а что, они не знали, что ли, святые отцы о любви? Знали. Но для того правила эти каноны и поставлены, именно потому, что любили они людей. Они знали, что человек неправильно войдет, неправильно покаяние принесет, если он не принесет эпитемии. Он недостойным подойдет к святому причастию, ценить не будет. И совесть его всю жизнь будет мучить, обличать. И с десятью лет, годами-то, эпитемии будет обличать. А когда и этого не было, то ничего не скроешь. Тебя хоть будет, ну, не знаю, епископа будет ждать, что все хорошо. Ну, а так и будет человек ложиться спать и думать. А ведь ребенок этот был живой человек. Я отняла у него жизнь. Отняла. Он мог родиться. Эта душа, за которую умер Христос, но не родился. Я полностью лишила жизни человека. Возмездие за грех – смерть. Смерть. А меня тут причастию допускают. Всякой женщине, которая сейчас, может, это слушает, которая не понесла эпитемии в свое время, должна сама лично на себя наложить, принести покаяние. Тогда она получит исцеление истинное. Потому что, если священник не родит, то ничего не поделаешь. Выпроси у священника, скажи, мне нужна эпитемия. Я должна сделать так, как установилась святая церковь. Ну, здесь просто не хотят эпитемии, как вот знаю людей, вот, совершили грех, за который полагается эпитемия. Ищу священника к одному подходу, он им эпитемию налагает. Нет, не допускают причастия, я к другому пойду. Другого священника ищут, который допустит до причастия без эпитемии. И находит таких. То есть, люди некоторые просто не осознают вообще, вот, как бы, ну... Не верующие просто люди. Вот особенно греха Бога. Не верующие, не верующие. Но они вот как-то вот все равно это оправдывают. Это была необходимость. Сколько вот я слушала. Это необходимость была. Ты вот не понимаешь. Ну, это не верующие, да. С неверующих даже, то есть, полный проходной двор в храмах неверующих. И им ничего не надо. Да, я вот беспокоюсь больше о тех верующих, которые искренне пришли, с раскаянием. Вот о них. Все, что мы здесь считаем, это для них, а не для неверующих, которых там 90% в храм просто зашли, убежали. Так вот, что из себя состоит? Вот на примере даже греха аборта, епитемия. Как она служится? Годы епитемии распределяются на четыре ступени. Ступени по два с половиной года. То есть, десять лет, подослойные года, четыре ступени. Первая ступень. Плачущие. Плакать на улице. Дождь, ветер, холод. Все на твоей голове. Разрешается только одно. Просить входящих, чтобы помолились обо мне. То есть, первые два с половиной года не заходить в храм. То есть, идти ты идешь в храм, все, но ты не заходишь, стоишь на улице и молишься. Два с половиной года плачешь перед Богом. Но ты только представь, представь это, что ты будешь плакать, ты будешь стоять и молиться. Я не достойна войти в храм. Любой грешник, это говорится о любом грехе. И это о человеке даже, может, мужа, который склонил жену к аборту, разрешил ей. Все это тоже на него действует. Можно и так сказать. Вот это первая ступень, два с половиной года. Вторая ступень, слушающие. Первая ступень, плачущие. Вторая, слушающие. Внутри врат, в притворе грешник должен стоять только до моления об оглашенных. То есть, ты стоишь в притворе. Так, скобки открываются. Григорий Некисарийский пишет. Плач бывает вне врат молитвенного храма, где, стоя согрешивший, должен просить входящих верующих, дабы они помолились за него. Слушание же бывает внутри врат, в притворе, где грешник должен стоять до моления об оглашенных и тогда исходить. То есть, в притворе стоишь и ждешь, когда оглашенные из идите скажут. Ибо правило глаголит, слушав писание и учение, да изгонится и да не сподобится молитвы. То есть, послушав, потом идет уже оглашенный из идите. Чин припадающих, то есть, это уже третий, есть, когда кающий, стоя внутри врат храма, исходит вместе с оглашенными. А чин купно стоящих есть, когда кающий стоит купно с верными, не исходит с оглашенными. Конечно же, есть причастие святых тайн. Григорий Никасарийский, 12 правило. Так вот, вторая ступень. Стоишь в притворе и ждешь, когда молишься, оглашенные из идите и выходишь все на улицу вообще из храма. Третья ступень. Припадающие. Кающийся стоит внутри врат храма. То есть, ты уже внутри храма стоишь, не в притворе, а внутри. Но, когда говорят оглашенные из идите, ты выходишь. И лица оглашенные из идите, эти слова произносят, ты должен выйти из храма. В притвор уже. Сегодня ничего этого не исполняется. Просто выбросили этого. Исцеление церкви закончилось. То есть, люди больше не исцеляются методами церковными. Совесть у них остается неисцелимой. И с четвертой, последней стадии, два с половиной года, кающийся стоит вместе с верными и не выходит соглашенными, но не причащается от святых тайн. То есть, ты стоишь полностью литургию до конца. Там идет причастие, но ты просто не причащаешься. Ипитиньей не должен ввергать грешника в отчаяние и не подавать повода к расслаблению жизни. Шестой Вселенский Собор, 102 правило мы читаем. Приявшие от Бога власть решить и вязать, должны рассматривать качество греха и готовность согрешившего к обращению. И так употреблять приличный недугу врачевания, дабы не соблюдая меры и в том и в другом не утратить спасение недугующего. Ибо не одинаков есть недуг греха, но различен и многообразен, и производят многие отрасли вреда, из которых зло обильно разливается, доколе не будет остановлена силою врачующего. Почему духовное врачебное искусство, являющему подобает прежде рассматривать расположение согрешившего и наблюдать, к здравии ли он направляется или, напротив, собственными нравами привлекает в себе болезнь. И как между тем учреждает свое поведение, и если к врачу не сопротивляется и душевную рану через приложение предписанных врачей заживляет, в таком случае по достоинству возмеривать ему милосердие. Ибо у Бога и приявшего пастырское водительство и все попечение о том, дабы овцу заблудшую возвратить и уязвленную змеем уврачевать. Не должно гнать по стремнинам отчаяния, не отпускать борозды к расслаблению жизни и к небрежению, но должно непременно, которым-либо образом или посредством суровых и вяжущих, или посредством более мягких, легких врачебных средств противодействовать недугу, и к заживлению раны подвязаться, и плоды покаяния испытывать, и мудро управлять человеком, призываемым горнему просвещению. Подавать нам и то, и другое, ведать и приличные ревности кающегося, и требуемые обычаям. Для неприемлющего совершенства покаяния следовать преданному образу, как и священный Василий получает нас. Первое правило, Первый Вселенский Собор, Второе правило. Точнее, мы это читали, да, Шестой Вселенский Собор, 102 правило. То есть, что это говорит о том, что человек кается, то есть, ты смотри по его расположению, видишь, что человек, он должен стоять, первый плачущий до дне храма, и ты видишь, что он стоит, он кается действительно, он плачет, должен два с половиной года, можно сократить ему время. То есть, видишь, что человек старается действительно, тогда приливить милосердие священник должен и уменьшить вот этот срок. Ну и насколько уменьшишь срок, тоже есть каноны, правила, которые, то есть, предел ставит, насколько ты можешь уменьшать срок. Он не должен в отчаяние впасть, то есть, ты видишь, что он настолько плачет и кается, что впадает в отчаяние даже. Тогда ты ему сокращаешь эту гипотемию. Но послаблять ее, допустим, человек, а я не буду, я не считаю, то есть, это мне много, такому нельзя, естественно, послаблять, нисколько. Он неверующий, значит. Потому, это исцеление, епитемия исцеления, он отказывает от исцеления. Если к врача человек не будет слушать, он не захочет принимать его лечение, то врач скажет, ну иди тогда, лечись, другое место, не ко мне. Так и здесь, это человек неверующий, значит. Так, и вот первый Вселенский Собор, второе правило. Так как по нужде или по другим побуждениям человеков многое произошло не по правилу церковную, так что людей от языческих жития недавно приступивших к вере и краткое время оглашенными бывших вскоре к духовной купели приводят и тотчас по крещению возводят на епископство или присвитерство, посему за благо признано, дабы впредь ничего такого не было. Потому что и оглашенному потребно время, и к окрещению дальнейшим испытания, ибо ясно писание апостольское глаголище, не новокрещенного, да не разгордившись, тут в суд впадет и все дьяволу. Если же в продолжении времени душевный некоторый грех обретен будет в неком лице и будет обличен двумя или тремя свидетелями, таковой да будет исключен из клира, то есть речи о священниках. А поступающий вопреки сему, якодерзающий, сопротивляться великому собору, подвергает себе опасности исключения из клира. То есть не назначать так, если какие-то священников, у него есть канонические препятствия к тому, чтобы стать священником, а назначает молодняк, в семинаре отучился, ничего еще не знает, раз его сразу в присвитеры, раз священники, дальше бабок портить. Написано, да не будет так, по такому произволу, это произвол, впредь да ничего такого да не будет. И в епископы возводят, патриархи Кирилла возвели епископы, там 30 лет им еще не было, в епископы, когда каноны запрещают возводить священники до 30 лет. Смотри также Анкирский собор, 5 правило. То есть послушал, там читается Евангелие, да, апостолы, Евангелие, дальше там молитва небольшая, ну и потом оглашенные зайдите. Да, с оглашенными должен выйти. Это литургия Иоанна Златоуста. То есть в литургии Иоанна Златоуста оглашенные выходят, неверующие от лучших все выходят. Сегодня у нас это ничего не исполняется, то есть литургию Иоанна Златоуста попрали ногами. То есть там в литургии есть деление на верных, и оглашенных верных, и неверных, и внешних. Сейчас никакого деления нет. Следовательно, и литургии, которую Господь, который открыл Златоусу, тоже нет. Какая она должна быть. Хотелось бы вот еще добавить такую историю. У меня двоюродная сестра, пошли с ней в храм на вечернюю службу, и ей стало плохо. Просто в омург упал. И там сестра милосердия помогла и рассказала такую историю. Она со знакомой пришла в храм, как раз была литургия, а знакомая была некрещеная. И она ее предупредила. Будет такой момент, тебе надо будет как некрещеный выйти. Да что ты, ничего страшного, ничего, ничего, все нормально. Ну так, оглашенные за дети, и она просто вот плашмя падает, и все. То есть Бог ее выключает. То есть Бог просто вот так вот ограничил друзьям. Да. Ну вот даже в Потеряевке было. Приехали батюшки и с собой привезли своих друзей, знакомых. А там правила, там оглашенные, за дети выполняются. Все правила церковные выполняются. Там вот даже видео есть, выходят. И Брита, если он тоже не допускается, он не может стоять с верными. Он портит образ Божий, который в него заложил Бог. Ну и все, они вывели тех друзей-то. Они были недовольны. Мы приехали, священники, как это их вывели-то? Они с нами же были. Но он-то не знал, кто церковный старост, кто слил за порядком. Ну, ну, какое дело. Правила есть, правила. Нет такого, что если ты друг священника, то на тебя правила не действуют. Ты должен выйти. Если бы так все поступали, не было бы такого беспорядка. Вот еще одно правило. Дьякон по приятии дьяконства, соблудивший, хотя должен извержен быть от дьяконства, но по неизведению на место мирян, да не отлучается от приобщения. Ибо древнее есть правило, извергает мы их от священных степеней, подвергать всему только образом наказание. И в чем, как мне думается, древние последовали он ему закону, не мстишь и дважды заедино. Пророка Наума 1.9. То есть, если за грех не наказывается дважды, если он извергается из сана, то есть соблудивший, если понятно, дьякон, извергается он из сана, то его второй раз наказывать отлучением нельзя. Ну, священник любой так же. Только извергается из сана. Становится мирянином, но не отлучается. Вот, к примеру, не знаю, там, колдовство, я не помню, 18 лет отлучения от церкви за колдовство. Но если это священник поколдовал, он просто извергается из сана. Нет никакого отлучения. То есть, он спокойно может причащаться. Есть же и другая сему причина, ибо находящие в чине мирян, быв извержены от места верных, паки приемлется на место, с которого не спали, а дьякон подвергается наказанию извержения, продолжающемуся навсегда. То есть, священник или дьякон, если извергают, уже назад в дороге нет. Поэтому это наказание считается еще большее даже, то есть, можно считать, чем просто отлучение от причастия мирянина. И так они ограничились всем единым наказанием, поскольку не возвращается ему дьяконство. Так по уставам. Вообще же, истинное врачевание есть удаление от греха, так что отвергший благодать ради удовольствия плоти подает нам совершенное доказательство своего исцеления, если с сокрушением сердца и со всяким прорабощением плоти в издержанию, отступив от удовольствий, которыми совращен был. И так подобает нам и то, и другое ведать и принадлежащее к совершенству покаяния и принятое в обычай для недостающих же совершенства покаяния последовать преданному уставу. Правило Василия Великой III Кающимся время покаяния по различию грехов да назначаются судом епископов. Пресвитер же безволи епископа не разрешает кающегося, разве только во время надлежащей нужды в отсутствии епископа. Не всякого же кающегося, если преступление его было явное и гласное, смущающее всю церковь, да возлагаема бы рука в притворе храма. Карфагенское 52 правило. На всякого же кающегося, если преступление его было явное и гласное, смущающее всю церковь, да возлагаема бы рука в притворе храма. Что это означает? То есть на него указано, то есть я так понимаю, указание, то есть на него в притворе, то есть не при всех, не в храме самом, получается. Я так это понял. При ревностном исправлении согрешившего можно сократить епископию на одну треть указанного срока. То есть, если да, по милосердию, по силе кающегося, чтобы он там не отчаялся, и ты видишь, насколько он старается, исправляется, сократить епископию можно только на одну треть. То есть из десяти лет сколько можно сократить? На три года. То есть можно на три года с копейками, да, на три и три примерно. Меньше. То есть человек будет стоять шесть, там, шлет, семь месяцев, вместо десяти. Вот это и есть милость. Если бы кто не был исп... Так, мы читаем Василия Великого правила. Если бы кто не был испадших, вышеписанные грехи исповедавшись, соделается ревностным в исправлении, то приявшие это человеколюбие в Божию власть разрешайте и связывайте, не будет достойно суждения, когда, видя крайне усердное исповедание согрешившего, соделается милости и сократите пяти мью. По великому повествованию Священного Писания показывают нам, якось большим подвигом исповедующие скорее получают Божие милосердие. Василий Великий. Грехи, бывающие от вожделения и сладострасти, разделяются следующим образом. Иные называются прелюбодеянием, а иные блудом. Некоторые же тончайшие исследователи заблагорассудились и грех блуда именовать прелюбодеянием. По велику же единый есть законный союз жены с мужем и мужа с женой. Итак, все незаконное есть уже противозаконное, и в землющий, несобственное, очевидно, в землю чужое. Ибо человеку дана от Бога единая помощница, и над женою поставлена единая глава. Итак, если кто стяжал себе по выражению Божественного Павла свой собственный сосуд, первый с луняном 4.4, тому закон естественный предоставляет праведное употребление оного. Но если кто обратится не к собственному, такой без сомнения чуждый восхитит. Для всякого чужое есть то, что не есть его собственное, хотя бы и не было ввиду владельца оное присвояющее. Посему строже исследовавшим сей предмет представлялся блуд недалеко от стоящим от греха прелюбодеяния, ибо Божественное Писание глаголит «немног буди к чуждей» в притче 5.20. Но поскольку к немощным отцы являли некое снисхождение, то положено всем грехе общее различие такое. Блудом называется исполнение похоти, соделанной с кем-либо без обиды другому. То есть соблюдил ты, ты блудник, и он блудник, то есть ни у тебя жены нет, ни у него нету, ни у нее нету мужа. оба блудники просто соблудили. То есть нету того лица обиженного, потому что если бы ты там соблудил замужней, то обиженный был бы ее муж. То есть не только ты согрешил против нее, против своего тела, ты и против ее тела, и против тела мужа, потому что двое суть, одна плоть, муж и жена. То есть их брак разрушил. А прелюбодеяние, наветы и обиды чужому союзу. То есть это уже будет названо прелюбодеянием, когда ты вот замужний сошелся, или ты сам будучи. К всему относится скотоложство и мужеложство. Так же, то есть степень греха такой же. Потому что из И грехи суть прелюбодеяния против естества. То есть по естеству ты такой должен быть. У тебя должна быть жена, то есть с человеком, а ты со скотом совокупляешься. Ты прелюбодействуешь против естества. поскольку причиняется обиду чуждому роду и при том вопреки естеству. Обида вот этому животному. При таком разделении видов, там, кстати, в Ветхом Завете, по-моему, побивается камнями, убивается, если кто со скотом ляжет, со скотом и скот этот убивается, и человек этот. При таком разделении видов и сего греха общее врачевание состоит в том, досадился человек через покаяние чистым от страстного неистовства к такому плотуугодию. Поскольку же усквернившийся блудодеянием не сопряжена с ним грехом обида, того ради сугубое время покаяния определено тем, которые осквернили себя прелюбодеянием или иным студодеянием, как то смешением со скотом или неистовством к мужескому полу. Ибо в сих случаях, как речено мною, грех становится сугубым. Един состоит в непохвалительном сластолюбии, а другой в обиде другому. Да будет же некое различие образа покаяния во грехах сладострасти. Возбудивший сам себя к исповедованию грехов, то есть еще есть разница, как это, ты сам пришел на покаяние или тебя застукали и ты покаялся, то есть тебя как бы привели к покаянию. Да будет же некое различие так. Возбудивший сам себя к исповедованию грехов, как уже начинший врачевание своего недуга, тем самым, что решился по собственному побуждению быть и обличителем своих тайн, и как показавший знамение своего изменения к лучшему, да будет под эпидемией более снисходительную, а уловленный во зле или по некому подозрению или по обвинению невольно вообличенный подвергается продолжительнейшему исправлению, дабы со строгостью быв очищен, таким образом прият был к общению святых тайн. То есть конкретно, видите, святые отцы называют эпидемию очищением, то есть это говорит о том, что кто не несет эпидемию, тот не очищен. Правило всем таково, осквернившись и блуде деянием, на три лета да будет совсем удалены от церковной молитвы, и три года да участвует только в слушании Писаний, и иные три года да молятся с припадающими в покаянии, и потом да причащают святых тайн. Для проходящих же покаяния ревностней и житьем своим показывающие возвращение к благому, позволительно устроявшие полезное в церковном домостроительстве сократить время слушания и скорее приводить он их к обращению, подобно сократить время и сего, и скорее опустить до приобщения сообразность тем, как он собственным испытанием дознает состояние врачуемого. Ибо как воспрещено подвергать и бисер перед свиньями, так неуместно было бы лишать драгоценного бисера того, который через удаление от греха и очищение уже соделался человеком. То есть вот блудник, да, три года стоит вне церкви, три года слушает в Писании, а иные три года да молятся с припадающими в покаянии. И потом да причащает святых тайн. Ну то есть на девять лет получается отлучение. Так, дальше. Беззаконие же делаемое прелюбодеянием или другим видами нечистоты, другими видами, то есть прелюбодеянием. Как выше сказано, по всему тем же судом да будет врачуемое, как и грех блудный, но с усугублением времени, то есть больше времени. При всем также да будет наблюдаемое расположение врачуемого, подобно как и одержимого нечистого, то и блуда, дабы ли ранее или позднее подавалось им причастие благо. По всем остается подвергнуть исследованию душевную силу раздражения, когда, науклонившись от благого употребления, негодование впадет в грех. Много бывает от раздражения, греховных дел и всяких зол. Но отцам нашему годно было о иных из них не входить во многую подробность, и не признали они требующим многого попечения, врачевания всех согрешений от раздражения приходящих. Писание возбраняет не только мою легкую рану, но и всякое злоречие или хуление. То есть злоречие или хуление, все это запрещено Колоссянам 3.8, Весианам 4.31, и все подобное от раздражения происходящих. Но они только против злодеяния-убийства положили предохранение в ипятими ях. Разделяется же сие злодеяния по различию убийства, вольного и невольного. Вольное убийство, во-первых, есть то, на которое с намерением дерзнул, решившись на сие самое злодеяние, да совершит онное. Во-вторых, и то полагается между вольным убийствами, когда кто в сопротивоборстве, бияя и будучи бием, наносит рукой удар в некое опасное место. Ибо одинаковой яростью объятой и стремлению гнева предавшейся во время страсти не приемлет ум ничего могущего пресечь зло. Итак, убийства, происходящие от противоборства, приписываются действию произвола, а не случаю. Ну, то есть вы подрались, деретесь, и один другого убил. Тогда это не воля случая, а произвольное. То есть произвольное убийство засчитывается, как произвольное. Церковь. Невольное же убийство имеет известные признаки, когда кто, имея в намерении нечто другое, случайно учинить тяжкое зло. Ну, допустим, ты, не знаю, там, у тебя, ты там молотком махал, молоток у тебя выпал, вылетел, и по голове дал человеку, и тот умер. Ну, случайно. То есть ты уронил что-то и убил человека. И здесь это уже случайно. Но убийство одно случайное. То есть невольное. И вот сейчас посмотрим. Из сих вольное убийство требует троякового протяжения времени для тех, которые обращением врачуют произвольное преступление. Для них полагается три девятилетия с назначением по девяти лет на каждую ступень покаяния. Три девятилетия. То есть представляете, да? Сколько это лет? Кающийся приведет в девятилетие время в совершенном отлучении, с преграждением у входа в церковь в девятилетнее время. Столько же других лет да пребудет в степени слушающих, подобляясь только слушанию учителей и писаний. В третьем же девятилетии да молится с припадающими в покаянии, посему да приступает к общению святых тайн. Явно же есть, что за таковым тоже наблюдение иметь будет домостроительствующие в церкви и по усмотрению обращения сократится для него продление епитимии. Так что вместо девяти на каждую ступень покаяния положится или восемь, или семь, или шесть, или только пять лет. То есть на каждую ступень можно сократить. Если великостью покаяния упреждает он время и ревностью в исправлении себя превосходит тех, кои в продолжительное время менее деятельно очищают себя от скверны. Невольно же убийство признано достойным снисхождения, но не похвальным. Сие сказал я, дабы явным сотворить, что если кто хотя невольно будет отсквернен убийством, такого, как уже сделавшего нечистым через нечистое дело, правило признавало недостойным священнической благодати. Какое же время назначено для очищения просто блуда, такое же заблагорассуждено положить и для невольных убийств. Притом с рассмотрением и здесь расположение кающегося, то есть на девять лет также. Таким образом, если будет истинное обращение, то да не соблюдает число лет, но с сокращением времени доведется кающийся к возвращению в церковь и к причастию святых тайн. Если же кто не исполнив времени покаяния определенного правилам отходит от жизни, то человеколюбие отцов повелевает допричаститься к святых тайн, да не без напутствия отпущен будет вонное последнее и дальнее странствие. Но если против тиши святых тайн снова возвратиться к жизни, да ожидает исполнение означенного времени, находясь на той ступени, на которой был прежде данного ему по нужде приобщения. Правила Григория Нискова 4-5, что Вселенский Собор 2-е правило, 1-е Вселенский Собор 12-е правило. То есть так же невольно убитый на 9 лет отлучается как и блудник. И если человек находясь под епитемией, заболел раком и все умирает, тогда епитемия замораживается и его причащают, то есть подобят. Если он выживает, то тогда опять епитемия с того момента, где он остановился, начинается опять, продолжается. Все, святые отцы положили строго, видите, правила. Сам себя возбудивший покаянию подлежит епитемиз нисходительнейший, а облеченный продолжительнейший Григорий Низкий 4-й 5-й правило. За одно преступление не должен налагать двух наказаний. За пролюбодеяние 7-12 лет, убийство 20 лет. Ну то есть несколько раз человек согрешил или несколько убил, 20 человек убил, все равно 20 лет ему. То есть не складываются срок, как допустим вот это англосаксонское там право уголовное, там складывается срок за каждое, за одно и то же убийство, за одно и то же преступление он складывается. А у нас в России частично складываются заразные преступления. Занимающиеся волхованием, колдовством нетрадиционной медицины и гипноз телесеансы психотерапевты к примеру подпадают под эпидемию убийц вольных. Ну то есть это 20 лет, там 27 лет это если полные, да, 18 лет и с сокращением если будет кайца. Если же не отстанут от всего, да совершенно извергаются от церкви. Кто лечится от них и от бабушек шептух, экстрасенсов отлучается на 5 лет. То есть ты ходил там Кашпировского ставил банку там слушал на 5 лет должен отлучить. Отлучи себя пока можно. Волхвующий и последующий языческим обычаем или вводящий неких в дома свои ради изыскания волшебств или ради очищения да подвергаются правилу пятилетнего покаяния по степеням установленным 3 года преподания и 2 года молитвы без приобщения святых таинств. Анкинский собор 24 правило. И на 6 лет предающийся волшебникам или так именуемым стоначальникам или другим подобным дабы узнать от них что восхотят им открыть согласно с прежними отеческими о них постановлениями да подлежит правилу 6 летней эпитемии той же эпитемии надлежит подвергать и тех которые водят медведец и иных животных на посмешище и на вред простейших и соединяя обман с безумием производят гадания о счастье о судьбе о родословии и много других подобных толков равные так и имеющих облака равные и так именуемых облакогонителей обаятелей делателей предохранительных талисманов и кулдунов заказневающие же всем и не обращающихся не убегающих от таковых пагодных языческих вымыслов определяем совсем извергать из церкви то есть он занимается этим ему нравится он это да что это оберег это хорошо на счастье что-то хранить вообще извергается из церкви как и священные правила повелевают ибо какое общение света со тьмою как и глаголит апостол или какое соединение церкви божией с идолами или что общего верного с неверными какое общение христа с велиаром велиаром шестой вселенский собор шестьдесят первое правило восемьдесят третье правило сель великого гласит так волхвующие последующие обычаем языческим или вводящие неких в домы свои ради изыскания чародейств или ради очищения да подлежат правилу шестилетия да будет плачущими лето слушающими три лето припадающими едино достоят с верными и так вот приимутся Васильевики восемьдесят третье правило грех если если случится к такому современнику нашему при случае войны в храм как неуютно он себя там чувствует то есть прийти ему если а войти под своды собора или маленькой сельской церквушки случаев предоставляет ему жизни мало умер близкий человек заповедавший похоронить его по церковному с бабушкой и с попом заболел ребенок крестить ребенка или венчать пожелала дочь или сын если случится что такой недобровольный празелит потом втягивается в модную ныне образованность и станет около церковным жителем так его прежняя полная необразованность заменяется почти всегда на познание видимого что никогда не было церковным что некогда вторглась под своды храма и ныне прижилась там и уже мыслится как неотъемленная часть церкви и вот такой прихожанин нашедший утешение в храме все что видит принимает как истинное как данное от Бога таким-то а их большинство ныне из тех кто считается прихожанами во всей России и будет все разъяснение к чему следует приложить силы на что обратить внимание чтобы церковь подвергавшаяся небывалым в истории мира разрушительному поруганию начала изждевать из стен своих чужое и жевать принесенные врагом душ человеческих в течение первых восьми веков церкви когда она была единой и делимой собиралось семь вселенских и девять поместных соборов и были приняты на них от святых отцов церкви правила духовный кодекс церковно-уголовное правило из действующих ныне 719 правил 413 то есть 57 процентов умышленно и повседневно нарушаются сегодня в церкви это происходит построили собор вот допустим у нас там собор в честь казанской иконы Божьей Матери сегодня мы ходили вчера его открывали огромный сейчас ну кафедральный собор мы туда заходим вот только только построили прямо в храме торговой лавки с двух сторон поставлен и там цены сразу видно то есть он вышибает деньги которые потрачены его строительство для чего поставили вот чтобы он для этого и приносил деньги для чего икона казанской для чего для того чтобы люди туда шли и оставляли деньги покупали чего непонятного то есть правило 76 6 вселенского собора запрещает всякую торговлю даже в ограде храма а не то что в храме совершенно обезумели ничего ни во что ставят а ты не суди не суди говорят сразу не суди господь говорит не судите но потом судите судом праведным но если я вижу канон вижу что Христос в храм заходил выгол торгующих покупающих и вижу в храме торгуют если я это осуждаю я правильно сужу конечно правильно как это еще назвать праведный суд судите судом праведным написано дальше что еще можно сказать апостол Павел говорит о пророчествах пророчествующей и говорит если вы будете пророчествовать то если кто внешний зайдет в церковь он всеми обличается и всеми судится то есть они все пророчества им открыто его какие-то грехи его недостатки они начинают говорить и он всеми обличается он слышит как это обо мне говорят а у нас сразу говорят прозорливый прозорливый да это все христиане все христиане должны быть прозорливыми если духу святому доверишься отвергнешь себя и ты будешь тебе будет открыто многих людях на которых ты можешь какую-то пользу для которых принести всеми судится написано а не так что не осуждай не осуждай ты не осуждай на вечную погибель не говори что все у него закончено ему никак не спастись не осуждай но судить правильно то есть всеми судится написано а то как еретики просто выдумали новую какую-то формулу что вообще никак не судить то есть ничего если ты неправильно рассудишь о каких-то предметах ты грех проглотишь и не заметишь даже заметишь когда уже поздно будет горько будет Ну давайте дальше, что там. Все причины того, что указаны 12 пунктов внизу, как язвы кровоточит и прижились в церкви, есть та, что подавляющее большинство пастырей и священников, люди случайные, они как на профессии находятся. То есть профессия священник, стану священником, стану монахом. Не то, что я так полюбил Христа, что я стану священником. Нет, я профессия такая, в семинарии отучился. То есть это враги церкви это делают. Но как это сделать, если произошло поголовное обмерщение прихожан и потерян контроль над ситуацией? Познав болезнь, в молитве найдем и лекарство. Сознающего и спрос будет строгий. Знал и не исполнил. Без этого покаяния невозможно. Без покаяния невозможно войти в церковь. А чтобы человеку покаяться, он должен увидеть, узнать, что он погибший грешник. Увидеть свои грехи. А не так, что ничего страшного. Убил ребенка. Ничего страшного. Ну, страшно. Ох, ах, очень плохо. Ну, 40 поклонов. То есть смерть ребенку стоит 40 поклонов сегодня в церкви. А то и их нету даже. Убийство человека. И это называется милосердием. Это и человеколюбим. Это является на самом деле ненавистью. Сатана подменил понятие. Прочитайте, великий инквизитор, братьев Карамазовых. Написано там, Достоевский хорошо это описал. Этот, как бы, кардинал говорит, дьявол, то есть от лица его говорит так, что мы, говорит, разрешим людям грешить, но они будут это делать с нашего позволения. Мы грехи как бы на себя берем. А тихо они умрут. А ты, говорит, гордых воспитываешь, гордых, которые могут спасти. А мы, говорит, они могут спасти только сами себя. А мы, говорит, спасаем всех. Мы разрешим грех, но с нашего позволения. То есть священческого. То есть ничего такого страшного нету. Священники многие сами, нерожденные свыше, не знают Бога Христа. И от этого все, от этого все сегодня в церкви. Но отчаиваться не надо. Для того мы вот это все и проходим, чтобы ты, попав в церковь, не отчаивался и работал, общался с священниками, с прихожами, открывал им истину. Как все должно быть, как установлено Богом, что все не туда пошло. И за это будет большая награда от Бога. Это наше поприще в тех верующих, которые осознанно верят в Иисуса Христа. И жизнь свою с Ним связывает во всем. Но мы тогда всех благодарим и благословляем Бога, Отца, Сына и Святого Духа, ныне и пресно и во веки веков. Аминь. 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 Аминь.